Вокруг сада шла живая изгородь из-за орешника. За ней начинались поля и луга, где паслись коровы и овцы. Посреди сада свел розовый куст. Под ним сидела улитка. Она была богата внутренним содержанием. Она содержала самое себя. — Постойте, придет и мое время, — сказала она. — Я дам миру кое-что поважнее этих роз, орехов или молока, что дают коровы и овцы. — Я многого ожидаю от вас, — сказал розовый куст. — Позвольте же узнать, когда это будет. — Время терпит. — Это вы вот все торопитесь. А торопливость ослабляет впечатление. На другой год улитка лежала чуть ли не на том же месте, на солнышке, под розовым кустом, снова покрытым бутонами. Бутоны распускались, розы цвели, отцветали, а куст выпускал все новое и новое. Улитка наполовину выползла из раковины, вытянула рожки и опять подобрала их. — Все то же да то же, ни шагу вперед. Розовый куст остается при своих розах. Ни на волос не подвинулся вперед. Лето прошло. Настала осень. Розовый куст цвел и благоухал, пока не выпал снег. Стало сыро, холодно. Розовый куст пригнулся к земле, и улитка уползла в землю. Опять настала весна. Снова зацвели розы. Выползла и улитка. — Теперь вы уже стары, — сказала она розовому кусту. — Пора бы честь знать. Вы дали миру все, что могли. Много ли — это вопрос, которым мне некогда заниматься? А что вы решили, ровно ничего не сделали для своего внутреннего развития? Это ясно. Иначе из вас вышло бы кое-что другое. Но вы... Что вы скажете в свое оправдание? Вы скоро ведь обратитесь в сухой хвост. Понимаете вы, что я говорю? — Вы меня пугаете, — сказал розовый куст. — Я же никогда об этом и не думал. — Да, да. Вы, кажется, мало затрудняли себя думанием. А вы пробовали когда-нибудь заняться этим вопросом, дать себе отчет, почему, собственно, вы цветете и как это происходит? Почему так, а не иначе? — Нет, — сказал розовый куст. Я радовался жизни и цвет, и не мог иначе. Солнце-то грело, воздух освежал меня. Я пил живую росу и обильный дождь. Я дышал и жил. Силы поднимались в меня из земли, вливались из воздуха. Я жил полной жизнью. Счастье охватывало меня. Я цвен. В этом была моя жизнь, мое счастье. Я не мог иначе. — Да, вы так жили, не тужили. Нечего сказать. — Да, мне было дано так много, — сказал розовый куст. — Но вам дано еще больше. Вы должны удивить мир. — Хм, была охота, — сказала улитка. — Я знать не знаю вашего мира. Какое мне до этого дело? Мне довольна самой себя. — Да, но мне кажется, что все мы обязаны делиться с миром лучшим, что есть в нас. Я мог дать миру только розы, но вы, вам дано так много. А что вы дали миру? Что вы дадите ему? — Что я дала? — Что дам? — Плюю я на него. Никуда он не годится. И дела мне нет до него. Снабжайте его розами. Вас только на это и хватает. Пусть себе орешник дает ему орехи, коровы и овцы молоко. У них, знаете, своя публика. Моя же во мне самой. И я замкнусь в себе. Баста! И мне дела нет до мира. И улитка заползла в свою раковину и закрылась там. — Как это грустно, — сказал розовый куст. А я так вот и хотел бы. Да не могу замкнуться в самом себе. У меня все просится наружу. Я ведь должен свисти. Розы мои падают, разносятся по ветру. Но я видела, как одну из них положила в молитвенник мать семейства. Другую приютила у себя на груди прелестная молодая девушка. А третью целовали улыбающиеся губки ребенка. Я был так счастлив. Вот мои воспоминания. И в них вся моя жизнь. Розовый куст свел и благоухал полный невинной радости и счастья. А улитка тупо дремала в своей раковине. Ей не было дела до этого мира. Года шли за годами. Улитка стала землей в земле. Розовый куст стал землей в земле. Розовое воспоминание истлело в молитвеннике. Но в саду цвели новые розовые кусты. Под ними ползали новые улитки. Они заползали в свои домики и плевались. Им не было дела до этого мира. Не рассказать ли эту историю сначала? Она не меняется.